Синоптики обещают на выходные теплая погода, а губернатор Московской области разрешил продажу семян и рассады. Магазины, реализующие растения и удобрения, открылись. Обрадованные дачники рванули туда за покупками. Конечно, ждали. Семен-то нет. Уже пора сажать. Сей. Что приобрели? Всякие разные. Семена, стаканчики. Пользоваться деревьями приедут. Лук, сивок. А какой-то специальный сорт или нет? Строльцгартен. Мы всегда покупаем и хороший сок. А остальные семена закупили? Ну, остальные мы в январе месяце еще закупили, слава богу. В этом году в связи с коронавирусом будете увеличивать количество площадей? Картошки увеличим. Картошки, она самая ходовая, так что побольше посудим. Только обычно, но мысли есть, потому что неизвестно, с чем закончится этот кризис грядущий, по крайней мере. Поэтому придется распахивать газоны и садить картошку. А новые сорта какие-то? Даже не знаю, это мамуль занимается этим. Мое дело копать грядки и все остальное. Кленки натягивают. А в этом году не начали раньше? Раньше. Вот посадили помидоры в теплицу, я считаю, что рано. Но мамуль торопится, говорит, выросли очень большие. Каждый день эксперимент. Я все сажаю. У меня собственное хозяйство. Тем более, в связи с такой сложной ситуацией, конечно, будем все сажать, выращивать. Жителям при поездке на Фазенду нужно приготовиться к тому, что прохранительные органы могут остановить и задать вопросы, касающиеся цели визита. В избежании проблем при себе нужно иметь паспорт и электронный пропуск. Главное, чтобы был доступ, чтобы можно ездить на дачу. И не два раза в неделю, как это запланировано, в период эпидемии. Меня это больше тревожит. А где у вас дача? Недалеко. Пять километров отсюда. СНТ «Металист». Чтобы поехать на дачу, мне пришлось потратить время до трех часов ночи, чтобы оформить пропуск свой по СМС, короткому СМС 0250. И я не оформила этот пропуск. Я встала в 7 утра, стала оформлять. И только через госуслуги, опять через какие-то такие переходы, я смогла выйти на этот момент. И тоже сложности. В общем, с трудом, с большим, я все-таки его оформила. Но необходимо помнить, что даже на даче кто-то из соседей вполне может оказаться носителем коронавируса. Выходить из дачного дома можно. А вот границу собственного участка при карантине лучше не покидать. Евгения Светлая, Евгений Стародубов. Новости Искры ВЭКТ.